Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. По способности виртуозно балансировать между многочисленными стулями турецкое руководство уже давно переплюнуло Остапа Бендера, периодически повергая в смятение и шок видавший виды международное экспертное сообщество. Но сейчас, похоже, турки определились, в каком стуле находится сокровище, перед которыми меркнут бриллианты тещи Тисы Воробьянинова, и стул этот находится за круглым столом Брикс. Вчера во время своего визита глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция приняла решение добиваться своего принятия в Брикс и для обсуждения этого шага он намерен посетить встречу глав МИД стран, участниц объединения. Сказать, что слова высокого представителя Турции вызвали на Западе негатив, не сказать ничего. Уровень желчи и кислотности в комментариях официальных лиц зашкалил до такой степени, что скисли все сливки, заготовленные для торжественного банкета по случаю скорого саммита. Если раньше все громкие демарши Турции были для Запада и торговли для получения всех возможных бонусов, к чему, в общем, все привыкли Турция, сэр, то сейчас есть все признаки того, что турки наконец выбрали поезд, который должен их с комфортом привести в светлое неосманское будущее. О том, что они уже сдали свой просроченный билет в ЕС, глава турецкого МИД сказал прямым текстом, Брикс может предложить Турции хорошую альтернативу Евросоюзу, заявку на вступление, в которое Анкара подала еще в апреле 1987 года. И это заявление в этот раз несравнимо более серьезное, чем традиционное, я ушла из дому, ухожу к другому, к обеду не жди, твой суслик. К решению попроситься в Брикс Турция шла достаточно долго, тщательно изучая ситуацию, статистику, внутреннюю динамику в организации и отслеживая глобальные и экономические тренды. Президент страны Реджеп Таип Эрдоган в первый раз официально сообщил о желании Турции присоединиться к Брикс еще в июле 2018 года на полях саммита объединения в Яханисбурге, и президент России Владимир Путин тогда сказал, что Анкара может присоединиться к Брикс в 2022. И Турция взяла паузу, чтобы посмотреть, какой стул окажется мягче. И вышло так, что фактически с коллективным Западом стало понятно, Турции дружить с Россией оказалось не в пример спокойнее и выгоднее. Чем с Западом маленький пример, объем взаимной торговли между Россией и Турцией только в первые шесть месяцев рванул чуть ли не на 50%, а на данный момент, по признанию турецкой деловой газеты Дуныа. Склады страны еле справляются с объемами из-за импорта из Европы и Дальнего Востока, перенаправляемого в Россию. Но главное, лидеры Турецкой республики внезапно осознали, что они наблюдают неуклонный и бесповоротный коллапс старого, однополярного мира и западной гегемонии, которой они пытались безуспешно присоединиться в течение 30 лет. Перед ними ненадолго распахнулось окно возможностей, за которым раскинулись перспективы, о которых грезили многие поколения турецких руководителей. Брикс за время своего существования более чем убедительно доказала свою устойчивость и выгодность для своих членов, которая в процессе фрагментации и экономической систем будет только увеличиваться, что подчеркивается очередью на вступление из почти 30 государств. И важнее всего-то, что Брикс – это не структура, а своего рода экономический клуб, где должно быть выгодно всем вне зависимости от конкретной системы, где государства-члены уважают суверенитет друг друга, не лезут во внутренние дела друг друга и действуют в своих и общих интересах, оставаясь независимыми и суверенными, то есть не делегируя никому часть своего суверенитета за какие-то плюшки. Для современного мира это сверхинновационная формула. Евразия самоорганизуется. Утрачивающий глобальную гегемонию, Запад не сможет остановить этот объективный процесс, изолировать его участников и скоро начнет испытывать на себе его последствия. В этом заключается суть саммита Шанхайской организации сотрудничества ШОС-Восстани. На нем эта авторитетная и все более влиятельная международная структура пополнилась новым, десятым полноправным участником – Белоруссии, которая стала первой неазиатской страной, членом ШОС. Батька снова успел, но в Астане были и другие герои. Кто они и почему у них получилось? Пока в США не могут решить вопрос о власти, а Европу лихорадит выборная горячка, ведущие политики Евразии встретились и обсудили в Астане на саммите ШОС пути построения взаимовыгодного экономического порядка в Евразии, добившись в этом значительных результатов. Все объективные предпосылки для этого налицо. Странны, члены ШОС занимают около 70% территории Евразии. В них проживают 3-5 миллиардов человек, половина населения планеты. 4 из 10 крупнейших экономик мира также входят в это объединение. На саммите Восстании было подписано 24 документа. Центральным из них стала Декларация Совета глав государств ШОС, в которой выражен консолидированный подход стран-участниц по актуальным региональным и международным проблемам. В ней зафиксировано право народов на самостоятельный путь развития. В декларации много пунктов. Мое внимание привлекли следующие. Несовместимость односторонних экономических санкций с международным правом увеличения заинтересованными странами доли нацвалют в расчетах. Открытость и заинтересованность во вступлении новых членов в ШОС. Важных событий на форуме было много. Запад, особенно англосаксы, летают большие надежды на Казахстан. Некоторые основания для этого у них есть. Но их становится все меньше, поскольку Россия с Китаем не позволит устроить там пожар, который подожжет весь регион, создав между нами пропасть. Это стало окончательно ясно на саммите восстания. Товарищ Си поставил этот вопрос предельно ясно по отношению ко всем членам ШОС. Перед лицом реальных вызовов, таких как вмешательство и фрагментация, нам необходимо объединить, проявив солидарность. Мы должны рука об руку стоять внешнему вмешательству, оказывать друг другу твердую поддержку. Отметив, что проблемы в ходе сотрудничества необходимо решать, опираясь на общие позиции, лидер Китай подчеркнул, что мирное развитие региона находится в руках государств, членов организации. Президент Казахстана Касым Жамарт Такаев признал. «Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных структур». Он подчеркнул, что плодотворное взаимодействие стран ШОС задает вектор развития всего Евразийского континента. Такаев напомнил, что за год председательства Астаны в ШОС в рамках объединения прошло более 150 мероприятий по всему спектру сотрудничества. В настоящее время организация состоит из 26 стран, 10 государств-членов, 2 наблюдателей и 14 партнеров по диалогу. Зачем они оказались в этой структуре, доходчиво объяснил игравший одно время в многовекторность президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью информагентству Казинформ, убежден. Примеров с хихоханием западного политически тугодумного и недалекого большинства над словами Путина Куча. Начиная с 2007 года с его исторической речи в Мюнхене, когда он изложил программное видение окончательного загнивания Запада и путей выхода из этой ситуации. Хихоньки-хахоньки сменились утиранием соплей через каких-то 15 лет. Про мультики Владимира Владимировича отдельная история, которая совсем все табуретки из-под ног западных за правил вышибла. Ну, кто же мог представить, что какие-то нарисованные мультяшки вдруг начнут летать, плавать и так быстро, что не поймать, не найти и не остановить. Котрия, коллективный Запад, трухануло по полной программе. И ржать перестали. Зато у них теперь появилась новая любимая болезнь – трясамбия. А дальше Россия перестала о чем-то просить и стала требовать. Ультиматум Путина к США и НАТО. Котрия в очередной раз ожануло, но уже как-то нервически из сильно перекошенной ханей. Поскольку разумность в политической среде там отсутствует напрочь, то началась эскалация. Котрия приступила к разворачиванию беспрецедентной санкционной блокады России с помощью всех возможных ограничений со стороны стран табаки. На волне сильнейшей информационной дезинформации в мировом пространстве эти действия выглядели как катастрофа для РФ. Двухпроцентная экономика, да еще и разорванная в клочья уже 30 лет назад, должна была рассыпаться в хлам, вырыть себе ямку и закопаться туда самостоятельно. А Путин обязан был свернуть все свои программы и сдаться на милость к Котрии. Только вот планы нашего президента никак не соответствовали ожиданиям Запада. Он ведь сразу их предупредил, что все санкции однозначно имеют эффект бумеранга, и они гораздо больнее ударят по экономике стран, которые их водят. А Россия выдержит и пойдет дальше. Картина по экономике тех же штатов показывала, появились все признаки рецессии. Замедлился экономический рост. Деловая активность падала на глазах. Во всех ключевых отраслях снизились темпы производства. Инфляция набирала обороты. Сказались все необдуманные денежные эмиссии, которыми пытались залить провалы и задобрить население.